так мы уже начинаем да практически начали уже да возникает вопрос что значит начать о начало когда вот время пробила хотите анекдот по этому поводу прекрасный который мне рассказал межуев младший естественно значит едут в поезде раввин православный священник и ксенц и двое последних спорят между собой когда начинается жизнь при зачатии или при рождении вот правил молчит конец они к нему обращаться слушайте треба но вы же представитель аврамической традиции скажите что-нибудь быть но я не знаю у вас так все сложно все как-то научно вот я лично по опыту могу сказать что жизнь начинается когда розочка с детьми уезжает на дачу так же вопрос начала это вопрос такой я почти в газу как-то мы стали как-то более собираться организованно у нас следующий раз мы будем делать встречу посвященную натуране а через раз через две недели у нас будет диспут вот мы договорились с видозубовым юры гаражка и с максимом януковичем про про нейросети они поговорят а мы там потом как-то встроимся в это в этот разговор вот а сегодня мы продолжаем просто ну тут какую-то общую тему которую мы уже третий раз мы в не зайдем как возможно интерсубъективная коммуникация вот я повторяю эту формулировку хотя не все считают ее удачный вот ну что я просто думаю может быть уже надо нам начинать а все остальные как-то подключиться давай чуть-чуть еще минутки три подождем вообще вот такая интересная вот это время вот когда еще не началось а все собрались а еще я помню у нас был случай когда мы закончили а никто не стал расходиться еще мы полчаса там о чем-то говорили вот для меня такие интересные какие-то какая-то интересная коммуникация в этом промежутке происходит вообще какой-то необычное такое событие о чем-то это говорит говорит да мне нравится в данном случае использует слово контингентность рекурсивность и контингентность у меня такая мантра значит вот действительно или или поговорка раз на не приходится о чем это говорит вот красноречиво говорит почему всегда говорить о рекурсе рекурсия же не подразумевает коммуникацию для меня это переплетенные понятия вот я почему здесь всегда вспоминаю значит письмо фон ферстера луману как рекурсии становится коммуникации или как коммуникация рекурсивна то есть для меня эти два понятия каким-то образом сопряжены между собой то есть я рекурсии конечно использую довольно вольно и значит не в общем то не строго ну как некий алгоритм вот как некое повторение ну вот тут слава тарасенко появился ну для меня наглядный пример рекурсии это конечно фактал это какая-то уже как какие-то следы рекурсия а сама по себе рекурсия это процесс который не процесс даже некая часть кусочек процесса операция которую мы не видим а уже как след от нее какой-то вот это это уже это фрактальные возникают структуры ключевой-то момент именно не просто рекурсия все-таки цикл каким-то ну да конечно и там рекурсия возникает как следствие асинхронного взаимодействия да она как быть по рекурсиям она внешне вызвана или или дал когда мы включается воображение то разницы нет получили мы образ снаружи или мы сами активировали да я тоже да именно так да ну и потом я вот тут уже ношусь этой книжкой и клэ рекурсивности контингентность вот который значит использовал это понятие рекурсии как для перепрочтения гегеля в общем философии симондона и так далее там того же делеза и тогда вот использовал но поскольку он достаточно для меня так сказать как представитель вот цифровой философии интересен уже я поэтому обращаю на него внимание вот значит именно в этом контексте в контексте коммуникации опять-таки в контексте значит то что называется семиотики в широком вот вот я как легко заметить хожу тоже по кругу это вообще самая на ракрутая вещь по большому счету да ну как раз и есть вот мостик тому что называют обобщенным искусственным интеллектом потому что вот эти новые символы связь между ними то есть вот это вот самое интересное пришел как бы тут и придумал коперник новые образы новые символы а как это чем он их не просто придумал это же нет не то что искусственный интеллект там распознают какие-то тренды совсем другая история вот это то что вы называете означивание означивание осмысливание оснащивание вот это вот прям мой мост и боги и тут вот ульяна струговщикова мне прислал как рассылку значит одного бразильского автора недавние они придумали как раз использовать семиотика применительно к машинному интеллекту еще ввели новый термин тоже характерно семионика семионик с бионикой как-то ассоциирует с бионикой бионикой ассоциируется да 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 ну это тоже характерно такое и словотворчество при этом значит для того чтобы выделить себя как качестве какого-то так сказать отдельного направления вот тут биосемиотика лингвистической семиотика когнитивная семиотика вокруг этого семионика прибилось это как технология уже как направление инженерное ощущается да 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 семионика и вот шарова конечно очень интересное направление алексей 7 у здесь тоже там там покопать подруги очень далеко ушли вперед вот биологи до биологи мощное такое движение биосемиотик который кули занимается да и прочее конференции масштабные такие проводят да интересно интересно почему одно что-то как-то вдруг начинает жить и развиваться а другое наоборот сворачивается как это существует я не уверен честно говоря просто мое хождение по волнам вот этим значит у меня академия еду все время присылает поскольку они вычислили мой интерес и мне все время подбрасывать питают меня значит все новыми новыми статьями и я просто понял одно что это уже во многом и фокус моего внимания зависит вот я сейчас говорю про семиотику я отчетливо осознаю что значит где-то параллельно идут в общем-то развиваются какие-то другие не не наблюдаемые мной здесь и теперь процессы поэтому тут то что уходит или не уходит значит часто связано с своей с личной такой перефокусировкой из хотя конечно есть что-то такое объективный интерес к чему-то значит подогревается или уходит полетивный реализм он как-то так потихонечку как-то ну по крайней мере какое-то время назад он как-то звучал вот и интересно будет ли он дальше продолжать звучать и расширяться вот как-то фейкантовской и тоже в общем все это как-то существует и уже да да я тут тоже за ним немножко отслеживаю там у него очень интересные там и по философии математики там все время сборники там трансцендентализм да опять-таки это для меня связано как раз с практиками осознавания верность вот практика осознавания трансцендентализм для меня это тоже собственно говоря тут перекличка транс 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 дисциплинарность состояние транса и так далее выход за пределы так сказать вот для меня это тоже какие-то значит случайно не случайные совпадения но трансцендентализм да действительно вот катричка то что он делает по-своему тоже это очень интересно ну да вот красивого здесь у нас которая присоединилась новая участница по сути а чем трансцендентализм отличается от построения этих символенных моделей по сути это что же самое самое мне кажется просто какое название да слова разные вот меня все таки вернуться к старому доброму слову вот значит то что минаков тоже мне уже прислали леонид и вот это история опыта да 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 тоже и фактически то это трансцендентализм для меня это также значит это осознавание вернее значит возможности возможности коммуникации как как возможно то как возможно знание как возможно вера то есть вот я вижу трансцендентализм именно вот в этом ракурсе и значит акцент на на способах познания способ познания как тоже вижу в способе познания значит тоже вижу значит это условия коммуникации поэтому тут вот трансцендентализм можно говорить о трансцендентализме например даже того же бора который говорил в своем Вся философия Бора была связана именно с рефлексией, как возможна коммуникация в квантовой физике. Он опирался, использовал, апеллировал к языку классической физики. Это естественно в их сообществе. Как сами физики могли бы понимать друг друга, обсуждая квантовые эксперименты. Для меня был ключевым сюжетом статьи Дэвида Бома о дню провале. При том, коммуникация между Бором и Эйнштейном не состоялась. Они друг друга так и не поняли всю жизнь. Они понимали, насколько это важно, установить взаимопонимание, взаимосогласие по поводу понимания квантовой механики. Но вот, значит, не состоялось. Для Дэвида Бома это был довольно-таки сам по себе факт. Вот это провало коммуникации между ними. Это тоже, значит, он его рассматривал как заслуживающее осмысление. И что интересно, что до сих пор, до сих пор эта полемика продолжается. И, значит, там очень много, опять-таки, вот, почему не состоялась коммуникация между Эйнштейном и Бором? Тут было огромное количество, значит, всяких на эту тему есть текстов и так далее, и так далее. У Поппер в свое время малоизвестную, я был редактором этой книги, значит, написал там «Раскол физики», значит, такая небольшая, вот, где он тоже солидаризирует с Эйнштейном, значит, ну, вот он тоже на эту тему написал целую книгу. Ну, здесь, повторяю, значит, вот для меня очень важный сюжет, так сказать, то, что я называю мышление вместе, вместе с чем-то. То есть, в принципе, здесь акцентирую внимание на развлечениях, вот, и на позициях, значит, важно все-таки иметь в виду, значит, вот это соотношение, как бы, фигура-фон, то есть мы должны каким-то образом, то есть не мы должны, значит, я вспоминаю этот Чабанов, у меня возникает сознание, не мы, кто такое мы, когда он нам бросал, вот. А я, значит, стараюсь, как бы, удержать, значит, одно на фоне другого. Вот, для меня это очень важный момент, опять-таки, той же интерсубъективной коммуникации. А здесь уже про двустороннюю форму, я вот здесь иногда всплываю. Да, ну, я хочу сказать, что как-то мы уже подождали, наверное, все, кто хотел и мог там подключились. Я думаю, что нам надо начинать просто нашу основную часть, и у нас запланировано продолжение разговора. Давайте начинать, да? Ну, я думаю, мы уже и начали. Да, ну, как-то так, мы косвенно, маргинально так начали. Ну, опять же, по той же схеме, каждый, давайте каждый как-то проявится со своим каким-то дискурсом в этой теме, каким-то размышлением, и после того, как каждый что-то скажет, не впускаясь в дискуссии, да, мы перейдем уже к обсуждению и будем этим заниматься до 19.30. То есть, все так же мы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тем сразу обсуждаем? Ну, можно попытаться настоять на том, чтобы обсуждать одно, вообще говоря. Да, но уже в том пространстве, где мы будем свободно между собой коммуницировать, да? Ну, то есть, каждый имеет право тянуть одеяло в свою сторону. Вот, правила такие. А сейчас я предлагаю, пока каждый что-то говорит по теме, как, возможно, интерсубъективная коммуникация, его слушают, с ним ни в какие коммуникации никто не пускается в обсуждение. Потом, когда каждый проговорит свое, тогда мы начинаем некое общее обсуждение. Вот, и в этом общем обсуждении можно, если вот Александр Балдачев настаивает на том, чтобы сконцентрироваться на каком-то одном узком вопросе, вот, но если он сумеет, как бы, всех убедить, то, значит, сосредоточимся на узком вопросе. Да, поэтому предлагаю сейчас просто каждому высказаться. Вот нас здесь немного, сегодня как-то будет больше возможностей для каждого участника. Более, мне кажется, должна быть такая содержательная дискуссия, чем когда здесь человек 12 или 14 набирается. Можно я начну тогда? Посмотрите, да. Я на этой неделе занимался тем, что готовился к докладу, который, ну, не доклад такой, небольшое сообщение у меня будет, на таком перформансе художников, философов, поэтов и еще бог знает чем, которое посвящено Маскам. Это такое сообщество, оно называется «Супрематисты», в котором я возглавляю, не возглавляю, точнее, а участвую в ереси под названием «Фрактальный супрематизм». Вот, и там у нас есть фрактальные художники в России, между прочим. И меня там вот держат в качестве этого самого заштатного философа и периодически приглашают, когда они что-нибудь нарисуют, что-нибудь сказать. И, кстати говоря, эту традицию я начал еще в институте философии. С переменным успехом я туда затаскивал этих фрактальных художников. Вот, и вдруг я обнаружил, что есть такой поворот сюжета об интерсубъективной коммуникации, которую мы можем найти у Канта в его «Критике чистого разума». А Кант, как известно, он решал такую важную проблему. Сейчас у меня, может быть, профессиональные философы начнут бить ногами, но, тем не менее, осмелюсь это предположить, что он в этой именно книге искал решение проблемы, связанное с связью между явлениями мира. Вот у нас есть некие явления мира. И есть категории, которые вот в нашем познании и в нашем мышлении. И вот вопрос, как осуществляется вот эта вот связь между тем, что мы бы сейчас назвали «Познающим субъектом и объектом». И, соответственно, Кант или вот этой самой вещью, которая, в общем-то, она особо-то и не познаваема. И Кант здесь критикует теорию образа. Он говорит, что, вообще-то говоря, образы – это не про мышление. И образы с этой точки зрения не могут нам дать ответа на вопрос о том, во-первых, что такое мышление, а во-вторых, что такое связь между вот этими явлениями, которые и вещами, которые мы видим где-то вот в объективном мире, и нашими внутренними способностями, нашим рассудком, который обладает способностью к оперированию понятиями. Ну, кстати говоря, вот понятие образа, оно пришло еще из греческой философии, и, соответственно, есть понятие идеи или эйдоса, согласно которым есть мир идей и есть мир вещей. А вот образ – это нечто, что находится и там, и там. Но, условно говоря, есть идеальные образы в этом платоновском мире идей, которые вот где-то в этом далеком мире, которые мы, обладая очами разума, можем распознать. И есть идеи внутри вещи, то есть вот форма как идеи вещи. И вот когда идеальный образ из идеального мира встречается с миром вещей, и мы, собственно говоря, можем распознать образ, то, соответственно, и возникает встреча, потому что образы, они как бы из двух миров, они такие диалектичны. И вот благодаря этой встрече, с точки зрения представления об образах, оказывается возможным мышление. Поэтому неправильный ответ на вопрос о том, как, возможно, интерсубъективная коммуникация, неправильный с точки зрения аккаунта, состоит в том, что интерсубъективная коммуникация, возможно, через образы. То есть мышление – это некоторое распознавание образов или категорий, которые находятся в нашей способности к суждениям, к тому, чтобы выражать, оценивать нечто в наших понятиях. А, соответственно, мышление – это распознавание, интерсубъективная коммуникация – это владение одинаковыми образами. Ну, то есть, грубо говоря, неправильное ответствие состоит в том, что у нас есть некоторые общие образы, общие идеи, и благодаря этим общим идеям, которые мы обнаруживаем очами разума, между нами возможна коммуникация. Вот как раз-таки Кант против мышления через образы, он протестует против этого и вводит вот такую промежуточную категорию, очень важную категорию схемы или вот схема техники такой вот, да. Причем понятие схемы, оно, в общем-то, не напоминает понятие какого-то упрощенного образа. И когда... И Кант приводит следующий пример. Вот мы можем видеть пять точек, и что значит, что у нас есть образ? Ну, вот когда мы можем воспринимать эти пять точек, их как-то вот через чувственные вещи, представлять их каким-то образом. А вот что такое схема? А схема – это когда у нас есть метод или возможность, или способность эти пять точек построить. Ну, то есть, по сути дела, Кант говорит о некоторой, как мне показалось, схеме деятельности. И понятие схемы, на мой взгляд, у него чем-то напоминает понятие алгоритма или понятие, опять-таки, я здесь фантазирую, понятие процедуры. И здесь действительно, вот дальше уже медитируя над этими вещами, можно сделать несколько очень интересных выводов. Но первый вывод понятен, что мышление – это не оперирование образами. И, собственно говоря, феномен оперирования образами или распознавание чего-то из какой-то сетки, категории. Но вот как нейронная сеть распознает из тех образов или тех паттернов, которые там научили, вот она что-то распознает. Или как мышка, как мы сейчас знаем уже, мышки обладают категориальной системой. Или человек отождествляет с какой-то категорией какую-то вещь. Вот по канту это не мышление. По канту это просто работа с какими-то образами. И мало того, если мы упростим и мышление, а дальше я продолжу и коммуникацию, как работу с образами, то фактически образы рано или поздно, они как бы наложатся на понятия. Эти самые понятия сделаются объемлющими. И, в принципе, мышление станет невозможным. Да и коммуникация, в конце концов, она редуцируется до обмена какими-то трюизмами и очевидностями. И это, очевидно, какой-то ценности не имеет. Поэтому здесь и возникает понятие схема. И понятие схемы Кант, он связывает с понятием воображения. И по канту действительно мышление, оно связано с воображением и с некоторым искусством, искусством создания схемы. У Канта прям цитата есть по этому поводу, но если надо, могу сослаться. И здесь действительно вот дальше уже отсюда можно перебросить мостик к радикальному конструктивизму, на мой взгляд. То есть как и вообще отождествить мышление, как способность создавать вот эти вот схемы или какие-то вот такие промежуточные структуры, по Канту они вот между, условно говоря, явлениями мира и между субъектом. Ну так вот, дальше мой полет фантазии пошел в ту сторону, что маска в культуре это и есть некоторая схема. Потому что маска всегда находится рядом с каким-то ритуалом. Маска, с одной стороны, творит субъекта, но потому что человек одевает маску и там может отказаться от каких-то личностных характеристик. А с другой стороны, влияние других людей, вернее, внимание других людей к маске, к новому какому-то образу человека, оно тоже меняет среду и рождает такое, вот как бы сказал Матурана, структурное сопряжение, то есть взаимные изменения и субъекта человека в этой самой маске, и внешней среды. Такая вот круговая, цикличная и взаимная возникает подстройка. Так вот, интерсубъективная коммуникация, если так вот помедитировать дальше, она и возможна через вот эти маски, а маски как провокации, провокации новых образов, провокации каких-либо изменений, связанные с творчеством и творческой активностью. Тут же, правда, возникает некий контраргумент, который говорит о том, что, ну, ребята, маски – это же всегда про культуру, про архаику, какое там создание нового, какой этот креатив. Люди под масками решали свои какие-то коммуникативные задачи, маски всегда были погружены в какие-то культурные ритуалы. Ну, на что можно сказать, что, в общем-то, любой ритуал и любая реконструкция чего-либо – это всегда конструкция, это всегда конструирование, это всегда творчество. И какой бы там актер-костюм на себя там не примеривал относительно каких-то древних танцев или еще чего-то, он всегда будет вынужден через свое воображение, через свое искусство реинтерпретировать и создавать нечто новое, даже если он считает, что обращается к каким-то железобетонным традициям и архаикам, то есть человеку для того, чтобы творить какие-то нарративы, какие-то сказки, какие-то культурные артефакты. Так или иначе, нужно воображение, нужно творчество и нужно создание. Это тоже необходимый элемент интерсубъективной коммуникации. И это, по сути дела, если так продолжить мысль Канта, и отличает там, в общем-то, человека от животного. То есть животное, оно способно мыслить образами и даже, как это ни странно, способно мыслить кантовскими категориями. И здесь вот идея чистого мышления, она тоже, в общем-то, оказывается весьма интересна. Это я уже фантазирую. Но вот именно суть человека, как существа, способного к воображению, к творчеству и к такой вот интерпровокации, там, интерсубъективной провокации, коммуникативной провокации. С одной стороны, провокационность и способность эти провокации генерировать, а с другой стороны, открытость и доверие к этим провокациям, то есть способность эти провокации не давить, а каким-то образом воспринимать. И эти провокации, Еще раз говорю, лежат на границе субъекта и объекта вещи и категории на этой границе и возникают феномены такие, то, что Кант называл схемой, то, что можно называть каким-то, может быть, даже ритуалом интерсубъективным или коллективным действием. То есть возникают такие интересные пограничные, организационные, феномены организационные, потому что там всегда присутствует некоторая круговая или цикличная организация. Вот такой у меня на этой неделе родился ответ на вопрос, что такое интерсубъективная коммуникация, вернее, как возможная интерсубъективная коммуникация. Вот ответ следующий – в схемах, которые создаются искусством, творчеством и воображением людей. Спасибо. Прямо целая лекция у тебя получилась. Можно по-быстрому? Да, по следам. Короче, чтобы нам скорее перейти к обсуждению. Я вот по следам этой лекции как бы пробегусь, потому что я уйду раньше. Я говорил, что для меня как бы возможность коммуникации, она связана в том, что в общей судьбе, в общем умвельте, когда, так сказать, символы культуры, символы в голове у нас, они как-то общие, тогда мы можем коммуницировать. Есть там реальность, нет реальности. Это не столь важно. Важно, как мы ее отображаем, подобным образом или нет. Ну, в принципе, так как-то прозвучало сейчас коммуникации, мышление. Потому что коммуникация, на мой взгляд, это все-таки не мышление. И, допустим, я считаю, что в связи с тем, что подсознание все-таки это 80% нашей функциональности, нашего мозга, там, или не знаю как, то, может быть, даже коммуникация, которая осуществляется на эмоциональном уровне, она даже более важна для социума, допустим. Потому что, ну, все равно сознание – это больше как интерфейс ввода-вывода для подсознания. То есть реальное творчество, оно где-то там происходит, на другом уровне, а потом уже объясняется. Поэтому, как бы, то, о чем говорится, ну, вот даже, получается, на эмоциональном уровне мы можем, возможно, иметь межвидовая, так сказать, коммуникация с животными. Они прекрасно понимают ваши эмоции, прекрасно, так сказать, понимают состояние, и коммуникация происходит. Ясно, что это немножко не та коммуникация, которая между учеными, но она, может быть, более важная даже, так сказать. Поэтому очень важна как раз культура этих эмоций, культура, так сказать, общения или там, как это все готовится. Потому что люди-то, понятно, это эмбрион родился, как говорится, и родился. В том, что у него будет заложено, вот такие будут коммуникации. Причем они, ну, да, мы, как понятно, мы же с вами ученые, как бы. Поэтому, в первую очередь, мы выносим сознание, коммуникации на уровне, вот, как бы, сознания, там, образов, таких, логики. А на самом деле, основная это масса населения, она функционирует совсем на другом уровне. Поэтому, естественно, эти мифы важны, эти сказки очень важны. Без них просто ничего не склеится, все это разваливается. Ну, вот, все, пока все. Да, спасибо. Я бы кратко добавил, просто, здесь для меня очень важный, в интерсубъективной коммуникации, это проблема перевода. То есть, перевода из одной, мы работаем, это проблема перевода из одной системы знаков в другом. Вот я, когда поймал себя, когда я слушаю, естественно, мне кажется, что я понимаю, это тогда, когда мне удается перевести на свой внутренний язык, вот, значит, вот, осуществить вот эту, значит, трансляцию перевода. И еще, просто я фрагментарно хотел бы обратить внимание, я вот тут уже по поводу Бома говорил, по поводу коммуникации в физике. Там, значит, их большое значение играет мысленный эксперимент. Кстати говоря, вот тут с Кантом тоже это связано, значит, обмен мысленными экспериментами. Мысленный эксперимент – это одновременно сочетание образное и символическое. То есть, это тоже, что такое мысленный эксперимент. Надеюсь, каждый из нас более-менее имеет свое представление. Вот обмен мысленными экспериментами, как аргументами, тоже является одним из каналов коммуникации, так сказать, распространенных. Ну, и в то же время и в философии сейчас, значит, используется понятие мысленного эксперимента, в том числе, значит, для понимания того, как мыслит философ. Я закончил. Пока. Я жду, кто еще следующий скажет. Ну, давайте я попробую. Значит, как раз первое выступление, на удивление, созвучное, с некоторыми мыслями, которые у меня вчера возникли. А мысли эти возникли в результате доклада Марка Фленнегана. Вчера была конференция по виртуальной, дополненной и смешанной реальности. И выступал Марк Фленнеган, который долгое время занимался вот этими делами разного рода, так сказать, компаний. В настоящий момент как раз компания Epic Games занимается проблемами обучения, проблемами образования. То есть я с ним общаюсь в связи с этим. И, к всему прочему, он занимается такой замечательной программой, даже не программой, а проектом, которая называется MetaHuman. Может быть, кто-то это видел. Я вчера видел, как он это делал. Собственно, что такое MetaHuman? MetaHuman – это программа, которая позволяет сконструировать человека, причем в тончайших деталях. Но это не банальный фотошоп, а это трехмерная такая вот модель получается, в которой можно до бесконечности уточнять, так сказать, мелкие черты лица человека по возрасту, разу. То есть там вот модель такая, человек строится в течение буквально десяти минут. Вернее, не модель, а аватарка, если быть точным. И вот это, так сказать, вот это изображение, оно представляет собой такую наглядную иллюстрацию того самого платоновского мира и идей, которые мы видим, о котором сейчас говорилось. То есть там дается где-то восемь или десять прототипов людей, такие вот, без лица, без всего. И вы вводите дополнительные уточняющие моменты. То есть вы выстраиваете такую ступенчатую систему от понятия человек вообще к понятию конкретный человек. В этом смысле у меня как раз возникла идея. Идея и вообще мысль давнишняя подтвердилась о том, что сейчас вот эти вот, так сказать, философские концепции платонизма, берклианская концепция, она сейчас получает вторую жизнь в связи как раз с вот этой вот, так сказать, с новой виртуальной реальностью. И получается так, что каждый непосредственно реализованный персонаж представляет собой не что иное, как воплощение некой идеи, некого эйдоса. Вот, но если уж, я просто наблюдаю за тем, насколько это сейчас популярен. А если так, то выясняются некоторые вещи. Во-первых, да, еще одна там была интересная такая дискуссия, интересная панель, которая связана с коммуникациями в виртуальном пространстве. Поскольку сейчас существует ограничение по передвижению, но она продолжает существовать, и я так думаю, она еще опять устойчиващится. Возникает вопрос о том, а как можно, собственно, встретиться иначе, нежели вот взумели как-то еще. И сейчас такая вот интересная разновидность есть, когда каждый человек выбирает себе аватарку, и эти аватарки встречаются в неком пространстве. Причем пространство это, которое показывали, было страшно похоже на известное изображением Платоновской Академии. Вот. Тут скорее даже не платоновский, мы имеем в наличии не платоновскую концепцию, а скорее аристотельскую, потому что у Платона, как я недаром полистал книгу Осева со своими закладками, и я там обнаружил то, что, собственно, имел в виду. В общем, сама Платоновская концепция, она еще не сложилась, и Платон в разных диалогах по-разному интерпретирует идеи, однако у него возникает внутренний противоречие. То есть вот у нас есть некий эйдос, который, допустим, эйдос человека. И существует эйдос собаки или любого другого животного. Но и то, и другое является эйдосом, оно имеет общее имя, а следовательно имеет общий эйдос. И таким образом вот эта система достраивается до чего-то. То есть должен быть эйдос, который у Солнца называется, у Платона в некоторых случаях называется Солнцем. Или, ну, тут Лосев, кстати сказать, интересно приводит такую вот ступенчатую схему. С этим еще раз возникает очень много интересных вещей, которые, кстати, это же тоже своего рода рекурсии. Это тоже своего рода такое рекурсивное отношение. Только она немножечко обратно идет к чему-то общему. То есть мы не мельчим, а наоборот крупним. То есть как только мы начинаем заниматься вот этими всеми вещами, связанными с искусственным интеллектом, связанными с какой-то прикладной, компьютерной, условно говоря, направлением, у нас немедленно поднимаются вот эти вот вещи, которые мне хотелось бы просто, что называется, помыслить. Например, эта же идея была, я уже говорил об этом, у того же Станислава Лема, когда у него профессор Каркаран создал ящики, внутри которых был тоже профессор, и, возможно, он тоже создавал ящики с искусственными интеллектами. То есть вот эта проблема рекурсии, обращенная к аватарам, присутствующим в виртуальном пространстве, эта проблема страшно интересная, это проблема, которую следует обдумать. Вот, собственно, с этим я, наверное, и буду сидеть, потому что вчерашние впечатления, которые я получил, они никуда не деваются, поэтому я буду их вот так вот прикладывать, что называется, как в том известном анекдоте про ежика. Все, спасибо. Можно я опять влезу? Ну, это же, как бы, классическая техника, вот, объектного подхода, полиморфизм, наследование, так сказать, понятно, которое используется уже в IT, так сказать, ну, не знаю, десятилетиями, как бы, что, ну, и получается, мы же, это не коммуникация, это подмена образа, как бы, да, мы, как бы, понятно, можем возбудить какой-то, так сказать, образ, подменяя. А сейчас же актуальный же другой вопрос, когда строит, именно пытается моделировать структуру сознания, вот этих классических подходов объектных не хватает, там вот такие вещи используют, как фильтры, глума всякие, понимаете, потому что образ, что-то распорчатая, и, собственно, сейчас нет математики, которая бы адекватно, ну, вот, да, моделирует нейросети, ну, там, извиняюсь, тоже ограничения очень большие, то есть, как бы, эта математика не работает, как бы, в отображении таких вещей. Ну, давайте пока не будем все-таки в дискуссию впускаться, потому что, чтобы коротко каждый сказал бы что-то еще, вот, свое. Тогда мы спустимся в разговорах. Вот у нас Олег Донских. Проблемы языковые-то меня интересуют, в общем, очень давно, разные, но вот некоторые вещи при обсуждении у меня как-то сложно реагировать. Я вот не очень понимаю, например, вот зачем так представлять Канта, если мы, скажем, ну, вот есть теория смысла Фреги, да? Фреги, как раз, ну, вот этот вот смысл, есть способ представления значения. И в этом отношении здесь много всего, в общем-то, есть на эту тему. И вот меня очень, ну, я участвовал в разных дискуссиях на эту тему. Вот, допустим, когда мы так легко сравниваем коммуникацию человека и коммуникацию животных, вот, то мы все-таки забываем много десятилетий, много десятков тысячелетий развития вообще языка на самом деле. Потому что, ведь, собственно говоря, язык и увел от непосредственного, непосредственной чувственной коммуникации. Вот, конечно, мы что-то чувствуем, когда мы общаемся с животными. У нас есть коммуникация, безусловно. Но при этом как раз язык, ведь опосредуй ее, он лишил нас многих интуитивных моментов. Вот как раз вот такой коммуникации. Потому что у нас эта коммуникация опосредована языком. То есть мы, ну, любой, ну, вот здесь опять, вот если мы говорим о знаке, то у меня, ну, знак – это сложное образование, если мы возьмем, допустим, все-таки, ну, вот языковой знак. Туда ведь входит, на самом деле, очень много. Это очень сложная структура. Вот, и в этом смысле вот нужна возможность ее, вообще говоря, усваивать. И с помощью нее общаться, она отрабатывается, ведь, действительно, ну, вот у ребенка. Это очень длительный процесс, на самом деле, пока он, ну, он занимает несколько лет. Вот, и для меня вот все-таки интерсубъективная коммуникация появляется там, где появляется язык, вот, ну, такая полноценная интерсубъективная коммуникация, где появляется язык, а язык, собственно, формируется. Ну, вот я об этом говорил в прошлый раз, но все-таки здесь я тогда хотел бы это повторить. Ведь он дает нам возможность вот этой интерсубъективной коммуникации именно потому, что у нас формируются одинаковые структуры определенные. Вот, то есть я имею в виду, например, причем такие, которые к внешней реальности вообще никакого отношения не имеют. У нас формируется много условностей, то есть, потому что языковой знак произволен. Вот, о произвольности языкового знака я мог бы просто отдельно поговорить. Это большая, с моей точки зрения, тема, и ее как-то не очень много обсуждают. Но дело в том, что получается, ну, скажем, ведь в языковом знаке записана, например, грамматика записана. Вот, все вот эти, а эти вещи, они в принципе не имеют прямого отношения к окружающей реальности. Ну, как там, вот, и так далее. То есть вот, и вот именно вот эта условная составляющая языка, которая включает смыслы, которая включает образы фонем и образы значений. Вот, потому что у нас же нет прямых, вот, если мы не в прагматике работаем, а, допустим, в синтактике, то там нет ведь прямого отношения, прямой референции к внешнему миру. Но это все в нас, это все уже есть, благодаря тому, что в нас есть язык. Вот, язык существует объективно, в общем-то, независимо от нас на самом деле. То есть вот, и когда он уже есть, тогда, да, у нас появляется возможность формировать свои знаки и так далее. Вот, а пока его нет, это все не работает. И в этом отношении я считаю, что все-таки у животных-то этого нет, конечно. Нет понятий и так далее. Но это отдельный вопрос, о котором можно, ну, который можно отдельно обсуждать. Вот, то есть я бы все-таки смотрел вот здесь на язык в первую очередь. Ну, я могу скинуть ссылки на статьи, где биологи считают, что у животных есть структуры, напоминающие категории или понятия, или вот классы в объектно-ориентированном программировании. То есть абстракции, благодаря которым происходит отождествление, соответственно, вещи с какой-то категорией. Хорошо, пожалуйста, я много таких работ смотрел, тогда мне пришлите, пожалуйста, ссылки. Я посмотрю, я готов на каком-то из семинаров показать свое отношение. Ну, может быть, что это не так, может быть, я соглашусь, я не знаю, я не хочу так здесь сразу. Но то, что я до этого видел, пока это меня не убеждает сердца. Но если можно, я бы ссылки с удовольствием посмотрел на эту тему. Спасибо. Давайте пока не будем все-таки, вот еще Александр Болдачев не сказал ни слова, и Ульянов тоже, как я вижу. Александр, свои. Хорошо, ну, я бы поддержал дальше разговор Владислава, мне он показался наиболее близок. А, хотя и Олега, именно коммуникация. Ну, во-первых, я еще раз сделаю акцент на то, что интерсубъективная коммуникация – это масло-масляное, потому что никакой другой коммуникации быть не может. То есть коммуникация по определению – это знаковое взаимодействие субъектов. Ну, можно ли говорить о незнаковом взаимодействии? Наверное, нельзя. То есть даже молчаливая совместная деятельность, она основана на знаках. На жестах, на подмигиваниях, на каких-то, не скажу врожденных, но, скорее всего, все-таки на каких-то договоренностях. Вот. И, естественно, то есть мы коммуникации должны воспринимать тоже как некую совместную деятельность. Вернее, скажем, не совместную деятельность, а как то, что сопровождает совместную деятельность и дает возможность совместной деятельности. А если возвращаться назад к теме, которую поднял Владислав, то здесь на более таком простом языке, если сформулировать проблему, которую поднимал Кант, то это, наверное, можно сказать так, что нам доступно, ну, скажем, две сущности, ну, не сущности, два нечто. Нам доступны феномены, и, как я многократно тоже на предыдущих докладах своих показывал, что феномены доступны совершенно приватно. То есть мир, который нас окружает, доступен каждому из нас приватно, и мы не имеем доступа к феноменальному миру другого человека. И нам доступны ноумены, наши понятия, структуры понятий, которые мы воспринимаем как наше мышление. Они тоже недоступны друг другу, потому что подавно недоступны. То есть мысли недоступны, и феномены недоступны. Но коммуникация возможна, то есть совместная деятельность возможна. То есть мы что-то можем делать совместно. Значит, нужен какой-то посредник, и Кант именно говорил, что нужен какой-то посредник, чтобы соединить, ну, он назвал категории, ну, я бы сказал больше, ноумены или понятия, и феномены. То есть что-то между ним, то, что он назвал схемой. Но если переводить на уже язык более современный для нас, то этой схемой как раз является язык. То есть это знаковая система, которая сопровождает совместную деятельность, которая, с одной стороны, не имеет никакой феноменальной самостоятельной ценности. Знак сам по себе, он хоть и является феноменом. Знак – это всегда феномен. Это то, что дано феноменально. Либо в виде звука, либо в виде изображения, в виде жеста, танца, там, чего угодно феноменально. Но, с другой стороны, как феномен, в отличие, там, скажем, от феноменов, которые подпадают под понятия. То есть есть феномен стол, подпадает понятие стол. Там есть феномен дерево, подпадает под понятие дерева. Но знак, он не обладает никакой понятийной ценности, он просто обозначает некое понятие. И вот эта вот знаковая структура, эта схема нам позволяет организовать совместную деятельность. То есть, по сути, знак – это указатель, то есть по указанию. То есть мы не знаем, как нам даны феномены, нам недоступны мысли, понятия номены друг друга. Но благодаря такому изобретению эволюции, как знак, то есть как указатель, указатель, который действует из одного мира в другой, из мира феноменов в мир и номены, то есть это указатель между ними, то, возможно, хоть какая-то коммуникация, возможно, совместная деятельность. То есть вообще мы должны говорить о совместной деятельности, о мышлении, это как бы отображение этой деятельности уже внутри, как бы коммуникация внутри себя, то есть это реализация деятельности, освобожденной от предметной деятельности. Чистая деятельность над понятиями, но когда мы переносим эту деятельность в феноменальный мир, в свой мир, мы видим тела окружающих нас якобы субъектов, мы не знаем, они субъекты, не субъекты, мы предполагаем, делаем предположение, что вы такие же субъекты, как я. И благодаря указанию, в качестве указания можно указать просто палец, может указать знак, палец – это тоже знак. Мы, возможно, совместная деятельность. Почему она часто… То есть здесь, скорее всего, нужно обсуждать вопрос, мне более интересен, и вопрос, почему невозможна коммуникация. Вот эта тема, она гораздо интереснее, почему возможна. Потому что вопрос, почему возможна коммуникация, она отвечает просто, потому что есть знаки, потому что есть язык. А вот почему невозможна коммуникация, почему мы не понимаем друг друга, говоря на одном языке, почему мы, указывая в одну и ту же точку феноменального пространства, видим разное и мыслим разное, почему мы, воспринимая эти знаки, каждый ассоциирует их с какими-то структурами понятия у себя совершенно… Ну, мы не можем сказать разными или поодинаковыми, мы можем их сравнить. Но по деятельности, по реакции на сказанное мы видим, что действительно там чего-то не то срослось, не с теми понятиями ассоциировалась структура понятия. Вот эта схема, которую мы обменялись, мы обменялись схемой языковой, она у нас, у каждого вызывает свои внутренние схемы понятий. И судя по реакции, судя по деятельности и невозможности совместной деятельности, совершенно как бы неадекватные. Но здесь все нужно говорить в кавычках, потому что мы не можем никак, у нас нет возможности сравнить наши понятия, наши мысли. И как выглядят феномены, мы не можем сравнить. А вот указания мы можем, то есть если я вот указываю вот сейчас вправо, то вы тоже можете показать туда пальцы, мы скажем, совпадет, наше указание совпало. Хотя, как вы видите мой палец, и как я его вижу, мы не знаем, я не знаю. Мы не поймем ни цвет его, ни форма, может быть, искажена, как угодно, но указание, оно совпадает. Вот, спасибо. Мы будем влево показывать. А вопрос можно? Можно, может, потом или сейчас? Я с удовольствием сейчас, как модератор скажу. По свежим следам. Ну, только не пускаться уже. Очень короткий. Знак обозначает понятие или объект? Понятие, конечно, понятие. Ну, это, значит, так. Дисигнатом является понятие. Да, значит, смотрите, есть два направления и два способа представления. Одни утверждают, исследователи или лингвисты, или философы, либо когнитивные лингвисты, говорят, что знак обозначает объект. Другие говорят, что знак обозначает понятие. Но, скажем, когда я слышу слово собака, мне необязательно видеть конкретную собаку. Я понимаю, что обозначает. Мне обозначает понятие собаки. То есть, схема такая, что знак указывает на понятие. Никакого связи знака с индивидуальной собакой нет в принципе. В принципе, нет. То есть, когда знак собака я напишу на бумажке, положу на стол, оно ни на что не будет указывать, кроме как на мое понятие. Я пойму. Там что-то про собаку. Поэтому, даже если напишу собака-жучка, конкретная жучка, моя собака-жучка, то оно будет все равно показывать на мое понятие собачки, а не на собаку жучка. Потому что знак указывает на понятие, обозначает понятие. Пальцем вы указали на понятие. Пальцем я всегда указываю на конкретный объект. Указывает. То есть, знак… Здесь, смотрите, обозначает и поименовывает. Здесь есть очень два разных отношения. Вот когда я говорю «Вася», указывая на свою Вася, я поименовываю, но обозначаю этим понятие «Вася», то есть обозначение и поименование. Здесь два разных отношения. То есть знак появляется для обозначения понятия. То есть когда у меня возникло представление, что есть некие маленькие растения и большие растения, я когда изобретаю понятие «дерево» и «куст», я не указываю на конкретное дерево, на конкретный куст. Я указываю на понятия, которые у меня возникли, а потом уже эти понятия, обозначив словами «дерево» и «куст», я могу показать пальцем «вот это дерево», «этот куст». То есть поименовываю уже. Вы сейчас предложили подход объектно-ориентированного. Нет, я бы не стал говорить об объектно-ориентированном. Это общий подход. Здесь, может быть, и на события точно так же можно про события говорить, и про все. Ну, это УАП, биограмма класса. Его можно даже сейчас нарисовать. Да. Я предлагаю сейчас все-таки… Это треугольник Фреге, банальный треугольник Фреге. Это что, что я сейчас изложил. Единственное, что в этом треугольнике нужна пунктирчиком связь между объектом, то есть индивидом и понятием. То есть между словом и индивидом нет никакой связи непосредственно. То есть это мыслимая только нами связь. Так, давайте, да, пока не пускаться в обсуждение. Вот Ульяна еще не сказала про свои размышления. Да, на самом деле у меня такая каша в голове. И очень много вопросов, которые скорее просто истекают от моего незнания темы. Как я понимаю, здесь нужно, ну, мне, да, я говорю про себя, четко разграничивать, когда мы говорим о речи, о языке и о коммуникации, да, потому что это не одно и то же. То есть, вот, как Олег Альбертович сказал, там, полноценная коммуникация, неполноценная коммуникация, да, потому что, с одной стороны, молчать можно тоже красноречиво. Вот, опять же, что касается животных или там растений, да, у них, мы говорим, там, язык животных или вот эти составляются, которые анималистические языки сейчас. С одной стороны, мне представляется актуальным посмотреть последние, да, достижения вот в этих исследованиях и уже их, как бы, наложить или сравнить с тем, что мы имеем, ну, какие исследования о человеческих языках, да, как это правильно, вот, с этой, то, что касается речи языка и как понятия и смыслы. И мне вспомнился, как Фитча в эволюции языка описывал эксперимент, который в США проводился, не помню, когда, когда они растили девочку-шимпанзе и растили ее как человека, как человеческого ребенка, который до трех лет развивалась, в принципе, как человек, как человеческий детеныш, но к трем годам речи у нее не было. То есть она говорила, могла объясниться, как-то, да, показать, что ей нужно, там, что-то в кавычках сказать, да, сообщить что-то, но речи у нее не было, да, то есть вот какие-то вот такие соображения. Может быть, а, еще тоже вот, когда вот здесь некая такая дискуссия или отзывы, да, вот, крики, какие-то свои соображения, мне пришло в голову, что мы ведь вот говорим, когда речь, ну, о языках, да, мы говорим, ну, мы говорим на русском языке, у нас определенное построение грамматики, определенное, ну, культурное, да, вот этот подтекст идет. И там на западном мире там совершенно другая, ну, как, несовершенно, но, хотя и близкая, но другие какие-то вещи заложены в языке. А в африканской культуре там совершенно иного типа языки, да, которые, ну, я даже не знаю, как, например, эти бушмены, которые разговаривают челкающими знаками. Вот, то есть, вот, какие-то такие у меня образы, в общем, возможно, сравнение или хотя бы посмотреть, да, чем, не знаю, что похоже или различаются языки, да, какие-то, ну, дадут какие-то новые идеи. Вот, ну, хотя, наверное, это кто-то уже делал. И все, спасибо. Да, хорошо. Ну, и я тоже немного. Там и Игорь еще, Маскалев там у нас. А, Игорь, да. Ну, что-то он как-то без картинки, поэтому он такой совсем виртуальный, непонятно. Коллеги, я вот подключусь. Дело в том, что я вот оказался в дороге, и у меня была очень плохая связь, и я подключался, и сейчас картинки, вот, без картинки, да, и здесь шум. Поэтому мне вот сейчас, наверное, сложно будет дать вот такую-то обратную связь. Но, к сожалению, единственное, что тематика сама по себе очень интересна. И, наверное, выскажусь цитатой Вацлавика. «The man can not communicate. То есть человек не может не коммуницировать». Вот, поэтому даже когда я отключусь, наверное, это будет означать, что я все равно на связи. Всем удачи. Да, хорошо, спасибо. Будем знать, что ты с нами. Хорошо, два слова я хочу сказать. Ну, во-первых, там для меня вот как-то разговор по существу здесь, в этом пространстве. И, в общем, все, кто говорили, говорили по существу, про, как бы, про, о том, что такое коммуникация, как она устроена. Ну, вот, настоящее, ненастоящее, вот такие вещи. Ну, а и есть, ну, параллельно для меня развивается разговор о практике разговора. Вот Луман это называл коммуникация-коммуникация. То есть, с одной стороны, мы говорим о чем-то, о некоторой теме, да, и в данном случае у нас тема коммуникация. А с другой стороны, мы говорим каким-то способом. Мы сами находимся в коммуникации, мы находимся в некоторой практике. Ну, вот, что касается разговора по существу, то, конечно, здесь для меня два важных момента, на которых я фокусируюсь. Один момент о том, что касается того, что коммуникация – это социальный феномен и вообще по Луману – это базовая операция, которая, собственно, создает общество. И у него даже, если не ошибаюсь, есть такое утверждение, что общество – это коммуникация. По аналогии с парсоновским утверждением он его делает, где парсонс говорит, что общество – это действие. Ну, и дальше он это как-то сводит воедино. Ну, вот, но в обществе Лумановском нету людей, там нету сознаний. Сознания, люди, индивидуумы, они находятся снаружи. И поэтому там вообще не встает вопрос, как возможна эта коммуникация. Она только, только она и возможна, без нее вообще ничего нет. Коммуникация, которая вырастает на смысле, так же точно, как психические системы тоже вырастают на смысле у него. То есть, да, вот такой один момент. Но второй момент для меня интересен, второй фокус, опять же, по существу фокус, в том, что можно говорить о коммуникации, как о некотором моем индивидуальном понимании. Вот то, о чем говорил Александр Балдачев, о том, что мое хваля, оно недоступно ни для кого, кроме меня самого. Но, тем не менее, я могу пытаться каким-то образом его как-то представить через знаки, через язык, через действия, жесты, вот как угодно. Вот. И когда я разбираюсь с какими-то понятиями внутри самого себя, то эти понятия для меня становятся какими-то такими сущностными. То есть, если мы говорим о коммуникации в обществе, то мы можем спокойно рассматривать эту коммуникацию, как некоторый социальный код. И мы можем говорить, что истина – это определенный социальный код, это определенный алгоритм, который мы осуществляем для того, чтобы поставить некоторую метку, знак. Является нечто истинным или не является. Вот истина, как код науки ломановский. Но когда внутри самого себя я начинаю заниматься этими вещами, то вот эта самая истина, она превращается в абсолютную истину. Ну, потому что больше никакой другой у меня и нету. То есть, вот в обществе она такая может быть относительная и какая-то конвенциальная, а внутри самого себя, внутри меня, она такая совсем настоящая. Ну, и в этом смысле философия, она, как мне представляется, она выходит за рамки социологии. То есть, хотя вот Луман пытается как бы в философию вместить в социологию, как некоторую просто традицию мышления. Но мышление тогда у него социальное, коммуникативное, то есть оно такое нечеловеческое, несознательное. Потому что как только оно сознательное, так оно начинает, когда и общество оказывается снаружи меня. Это вот какая-то тематика по существу, где как возникает понимание или там не возникает понимание, как коммуникация связана с пониманием. Для меня здесь вот этот вопрос интересен. А вопрос второй по практику коммуникации, про коммуникацию о коммуникации, для меня связан просто с нашим конкретным семинаром. Мне интересно как-то обсуждать, разбирать, замечать, каким образом вот наш разговор сущностный связан с организацией того, как у нас здесь вообще все это происходит. Ну то есть оказывается, что какие-то темы или какие-то формы даже представления каких-то своих взглядов со стороны одного из участников нашего семинара могут оказаться настолько токсичными для другого участника, что он просто возьмет и выйдет из этого пространства и перестанет быть с нами. То есть таким образом поменяется некоторый формат семинара, потому что он зависит именно от состава людей. А потом он мне будет говорить с претензией, что ты вот там как ведущий должен был бы там то да сё, и тогда бы, значит, если бы я что-то делал, то как бы все бы могли бы как-то сохраниться. Вот. Но на самом деле что-то я могу делать как ведущий, как модератор, а что-то не могу. Вот. И в частности, вот то, что люди сюда, вот мы здесь собрались, это как-то вне моей компетенции. Вот кто-то, кто смог, кто пришел. Пришли те, кому интересно, да. Ну вот из каких-то таких соображений, которые как раз образуют некоторый код нашего семинара. Почему он раз за разом воспроизводится? Почему мы каждый раз в пятницу здесь собираемся? Есть определенные какие-то позиции. Интересно было бы их прописать, что именно нас сюда приводит. И здесь я говорю вот именно о коммуникации, о коммуникации, да. О связи, причем о связи этой коммуникации с тем, о чем мы говорим. То есть, если мы будем говорить о чем-то неинтересном, наверное, мы здесь и не будем собираться, и все это развалится. И третий момент вот этой практической истории – это просто-напросто уже алгоритмы айтишные. То есть, каким образом мы можем еще создать некоторое техническое задание, которое программисты могли бы воплотить в область в виде некоторого софта, программного обеспечения, которое включилось бы в наше пространство нашего семинара и помогало бы нам заниматься тем, чем мы занимаемся, что нам интересно. И у меня здесь тоже есть много каких-то идей, соображений и интересов для обсуждения. Но это вот как-то практическая вообще сторона, она вот как-то в стороне находится от сущностного разговора, который здесь у нас происходит. Потому что сущностный разговор – он в фокусе нашего семинара. Но мне хотелось бы еще как-то находить какое-то время или возможности еще говорить о семинаре как о некотором устройстве, как о некоторой практике, которую мы все создаем, а не только, скажем, один Леонид Жуков или один Владимир Атшинов, как люди, взявшиеся и позвавшие всех сюда. Мне хотелось бы как-то и всех других как-то включить вот в этот организационный каркас, в этот организационный код вот этого семинара. Мне кажется, это очень важный, вообще говоря, разговор, кроме вот разговора по существу темы. Да, все, на этом я остановлюсь. Леонид, я тебе тогда предлагаю как модератору организовать сбор так называемых юзер-сторий. Юзер-сторий – это очень простая вещь, которую делают постановщики и разработчики программного обеспечения, которая состоит из трех частей – роль, хотелка и ценность. Например, я как философ, пользователь системы, хочу получить вот такой функционал для того, чтобы… И, соответственно, то же самое можно отнести к семинару. Я как участник семинара хочу вот это для того, чтобы сделать вот это. То есть, кто я такой, участник семинара, что я хочу и какая ценность, какую ценность я вижу в реализации своей хотелки для себя. Когда, да, и, кстати говоря, из юзера вот этих вот сторий собирается спринт, а из спринтов делается программное обеспечение. Это вот сейчас модно в Adjali такие собирать темы. Так что вот в качестве предложения модератору. Немножко, конечно, не так, но похоже. Спринты – это спринты, сквозь – это сторий. Ну, есть такая методика, при которой спринт – это совокупность таких вот бэглогов. Ну, как бэглогов. Хотел, которые быстро сделали. Сторисов. А уже сторисы потом детализируют там. Сторис – это из области умейл моделирования, а спринты – это построение процесса коммуникации команды. Ну, в принципе, да. Но спринт реализует набор сторисов. То есть набор ценностей и хотелок пользователей. Ну, спринт реализует набор итераций, которые реализуют некоторые сторисы. Ну, да, да, итерации – это, да. Там еще между ними лежат какие-то вот промежуточные телодвижения, да, чтобы эту сторис реализовать. – Да, ну вот я, смотрите, забросил вот эту тему о коммуникации, о коммуникации. Но при этом я понимаю, что эта тема, она отодвигает просто тему сущностную, да, по которой все высказывались, и я тоже высказался. То есть если мы сейчас будем об этом говорить, то вот как бы вот все, что перед этим говорилось, оно где-то окажется в фоне. – Леонид, можно я добавлю? Я бы так сказал насчет фона, что нужно, есть такое понятие, вот я его вбрасываю, спекулятивный прагматизм. То есть мы можем превратить семинар в инструмент. То есть вообще, говоря, вот тут мне бы хотелось, чтобы эта точка зрения прозвучала, когда мы говорим о знаках, коммуникациях и понятиях, можно посмотреть на все это с инструментальной точки зрения. Инструментальная точка зрения, она, ну, по-своему, сущностная, с другой стороны, это и уход от сущностного вот такого, так сказать, рассуждения. Поэтому для меня вот то, что я вижу, слышу сейчас, я связаю, ощущаю, это попытка, значит, как раз сделать семинар инструментом для чего? Вот для, так сказать, каких-то реализаций. Ну, каждый может высказать, ну, собственно, вот Тарасенко это и предложил. Но тогда мы перестанем говорить о сущностных вещах, о которых мы начали говорить, вот когда каждый высказывался, а перейдем вот к семинару, как к некоторой организации. Конструирование семинара, как к некоторой прагматической сущности. Да, да. От сущности эмоционально не уходит. Либо для этого сделать отдельную встречу надо, чтобы там об этом говорить, потому что здесь как-то вот не хочется. Здесь хочется вот говорить о том, о чем мы начали говорить, вот до того, как я вот сбил волну. Шторию сможем просто написать и прочитать. Написать нельзя, это определенная процессная вещь, ее только можно вот сделать вживую. Только ее пишут. На самом деле я просто сейчас обозначил некоторую проблему. Как ее решить, я не знаю. Буду думать, да, если найдется какие-то варианты. Запланируем мозговой штурм и по форматам, фреймворкам, и действительно, на которые я не пришел, кстати говоря, да, но еще раз, может быть, семинара. Да, может быть, я сделаю какое-то выступление в какой-то момент. Лучше в одной из пятниц давай запланируем именно, как сформировать вот такую прагматику семинара, да, как сделать так, чтобы семинар генерировал ценность для всех участников и, соответственно, реализовывал какие-то более-менее устойчивые ожидания. У меня, я могу там свою точку зрения высказать, почему я хожу, почему мне это интересно, да, почему. А всем остальным интересен был бы такой разговор, вот если так ставить вопрос. Вот давайте каждый сейчас скажет коротко, да, нет, буквально. А какой разговор я пропустил? Поговорите об организации самого этого нашего семинара. Почему каждый здесь в нем участвует? Что он хотел бы из него извлекать? Хотелки, ценности и прагматику коммуникации. Сказать сейчас просто интересно, неинтересно. Ну, для того, чтобы понять, стоит нам для этого какую-то пятницу тратить или нет. Ну, мне было бы интересно. Да, хорошо. Ну, это же рекурсии своего рода, опять же. Да. Так что нормально? Нормально, хорошо. Можно это сделать, но для меня ничего не изменится. Пока мне будет интересно, я буду сейчас прагматиками менять. Да, в этом и суть. Александр? Затрудняюсь. Понятно. Может быть, нет. А Ульяна, ты как? Я присоединюсь. Соединюсь. Ну, тогда, если это делать, то где-то на 2 июля, вот самая я вижу сейчас дату, когда еще у нас ничего не запланировано. Ориентировочно тогда на 2 июля это поставлю. Вот. А сейчас давайте мы будем двигаться по нашей теме все-таки. Да, интересно как-то вот. Так, а сейчас что надо делать? Алаверды на выступление? Да, да. Не Алаверды, а какая-то дискуссия, которую я прерывал, пока каждый высказывался с какой-то своей позиции. У меня просто на Александра Балдачева возникла такая обратная связь, что, с одной стороны, да, я думал об этом, что схема – это язык, и да, и нет. Потому что вот была же такая традиция, которую, кстати, Гра Свифт еще высмеивал в своем Гулливере, там о том, что вот философы собираются, и первым делом философы начинают ругать язык. Почему? Потому что язык, он не проясняет вещи, а наоборот усложняет вещи. И вместо того, чтобы там выяснять вещи, да, философы начинают ругаться и, значит, ну, выяснять язык. И поэтому язык мешает устанавливать истину. Поэтому философы решили ходить с мешками и за плечом у этих философов вещи. И когда они встречаются, то они просто эти вещи друг к другу показывают и таким образом быстренько устанавливают коммуникацию. У меня такая ассоциация-то возникла. И такое подозрение, я вот, правда, не сличал, что это как-то прикликается с идеями Ливницы, да, чтобы сделать философию чем-то напоминающей расчеты и работу бухгалтера. Не надо путаться в этом языке, который, вообще-то говоря, не предназначен для философии и предназначен, там, Бог знает для чего, только не для философии. А создать вот некоторое исчисление логическое, благодаря которому можно решить все философские проблемы. Ну и там спиноза там и так далее. Это целая история философии. И вот здесь, мне кажется, все-таки схема – это язык, ну, как мне кажется, какой-то искусственный язык, который творится воображением, творчеством человека для того, чтобы вот это воображение и творчество и установить связь между вещами и явлениями и, собственно говоря, понятиями и категориями. Потому что вот просто так, через знак, это вот напрямую, эта связь тоже не устанавливается. Потому что знак, он действительно, он норовит указать не на внешнее понятие, а на внутреннюю категорию. И мы всегда в языке рискуем коммуницировать не с миром, а с самим собой, со своими какими-то образами или демонами, которые внутри нас клубятся в нашей нервной системе и мешают нам увидеть истину. Ну, смотрите, значит, прежде всего два примера. Один пример про вещи – это действительно не про язык. Вот мы убираем язык, а показываем вещи. Это не знаки, а сами вещи. Но при этом мышление как таковое пропадает с одной стороны. А с другой стороны, если мы говорим о философии, то мы всегда говорим о таких вещах в кавычках, которые не достать из мешка. Поэтому это явно такое издевательское отношение к философии. То есть философия не может быть без языка, потому что нужно указывать на те понятия, на которые нельзя указать пальцем. Как только ты показал пальцем на что-то, это не является предметом философии. Предметом философии является то, что доступно только в нашем мышлении, сугубо только в мышлении, и коммуникация возможна только через язык. Исключительно через язык, потому что мы должны указать, иметь какую-то структуру, которая укажет на наши понятия. А про Лебенцин, ну так он же предлагал язык. Математика – это тоже язык. Тут вопрос о том, какой язык. Ну да, разные языки. Это можно спорить, какой язык, но в любом случае язык. И еще мне показалось, вы так незаметно перескакиваете между двумя темами, не особо акцентируя разницу между ними. Одно дело говорить про коммуникацию, когда два субъекта, три субъекта, совместная деятельность. И другое дело, когда говорю, я сам воспринимаю феномены и как-то о них мыслю. Тогда схема, тогда схема может быть без языка. Ну скажем так, без словесного, конкретного языка, потому что если мы принимаем, что возможно мышление не словесное, не вербальное мышление, возможно образное мышление, а образное мышление, образы – это уже не язык, или какой-то внук, тогда остается схема, голая схема. Тогда действительно внеязыковая голая схема, которую мы можем только сопровождать, ну вот это так, туда-сюда, ну вот как, а это вот это, то есть какими-то такими реперными точечками слова еще вставлять. Но да, да, мышление… И языковая в смысле упрощающая какой-то язык, или вообще без языка? Вообще без языка. Вообще. То есть мышление – это все-таки схема, но мы чаще всего сопровождаем эту схему языковой структурой, языками, но можем сопровождать и, скажем, образами, можем сопровождать действиями, может язык танца быть, то есть мы и в данном случае, или, скажем, в художественном каком-то творчестве, в языке, в творчестве, там может быть не присутствовать язык. Поэтому, скажем так, схема… Здесь нужно четко провести разницу. Когда мы говорим о схеме в мышлении, в индивидуальном мышлении, восприятии мира индивидуальным человеком, его связь мышления с феноменами, там схема может быть не языковая. Но как только мы говорим о коммуникации, как только мы говорим о взаимодействии нескольких субъектов какой-то деятельности, там обязательно возникает схема уже знаковая. То есть эту схему мы должны обязательно… Если для себя мы можем ее не фиксировать в знаках, то между собой мы обязательно должны зафиксировать знаками, ну хотя бы какое бревно мы понесем показать пальцем. То есть это уже знак, это некое указание. Поэтому схема вне человека, коммуникация, она всегда знаковая, ну и языковая в нашем привычном понимании. Так, можно я скажу пару слов? Значит, по поводу Слифта, там, конечно, все замечательно, но дело в том, что это же своего рода такой, я бы сказал, одна из сторон критики-схоластики в конечной площадке, потому что когда идет разговор о критике языка, тогдашней критике языка, мы имеем, ну грубо говоря, я не говорю, что я не провожу временную, так сказать, ось, но именно концептуально мы имеем, с одной стороны, да, вот эту вот критику, скажем так, критику скорее просвещенческого характера, то есть то, что было раньше, как бы, когда был бон-саваж, это прекрасно, и, в общем-то, язык не нужен. То, из чего выросло вот это. И, с другой стороны, мы же имеем того же самого Николая Кузанского, который говорит, что мудрость кричит на улицах, и никакое, что мудрость кричит нормальный язык. Ну, язык простеца, язык простеца вполне подходящий для того, чтобы высказывать философские мысли. Просто это есть ученые незнания. То есть это есть простые мысли. Вот. И вот что еще интересно. Да, вещи, конечно, можно друг другу показывать, но фокус заключается в том, что мысли содержатся не в вещи, а в отношениях. Мысли есть отношения, а не вещи. Мысли есть отношения, а не объекты. Отношения хотя бы говорящего к объекту. Вот. И в этом смысле мысль не является простой дефиницией. То есть мы, на самом деле, сейчас пытаемся критиковать, то есть бороться с, не знаю, с мельницами дефиниции. В то время как совершенно понятно, что мысль не есть дефиниция. Потому что мысль – это есть разворачивание. Любое понятие должно быть развернуто. Если понятие является тем, на что можно показать пальцем, то на черт и тогда действительно нужна философия. Вопрос заключается в том, что… Вопрос заключается в том, что, ну, я уже сказал, что мысль надо развернуть. К результату надо прийти. Даже с точки зрения, если мы берем простейшую, ну, простую дискурсию, если мы берем, ну, картезианский, так сказать, ход, в картезианском смысле дискурс, то, о чем говорил Бурдио. Он говорит, что, собственно, коммуникация, простая массовая коммуникация, представляет собой обмен банальностями. Обмен банальностями – это и есть обмен, грубо говоря, назывными предложениями. Мяч круглый, поле ровный. Вот в таком духе. Поэтому, все-таки, если мы начинаем об этом говорить, имеет смысл к более серьезным логикам обращаться, не к логикам, которые описывают именно отношения. Все, спасибо. А смысл коммуникации – разве выстраивание отношений, а не выстраивание процессов социальных? То есть отношения – это инструмент? Отношения – это инструмент? А что есть результат? Процессы, которые протекают. По сути… Зачем? Объясню, почему. Потому что смотрите, как все выходит. Я спросил, почему. Я спросил, зачем? А зачем? А жизнь – это и есть процесс, который протекает в социуме. А что еще такое жизнь? В социуме протекают отношения, в первую очередь. Потому что как только вы уберете отношения, появится изолированный индивид. Отношения, на самом деле, навязывает некое сознание, потому что можно разные отношения выстроить, и будут разные процессы. Допустим, какой-то там или саморегулирующий социум, или будет, так сказать, социум непонятного, как у нас азиатского типа, да, так сказать, там навязывают, по-моему, эти отношения, и прекрасно все тоже. То есть, а можно сделать правила локальные, которые выстроят в социуме совершенно другой. И это все-таки навязывает сознание некоторых людей. Оно же не просто отношения откуда-то берутся. Там взяли отношения, поймите. Отношения? А люди берутся, разве не от отношений? Отношения тоже. Но если принять кармическую точку зрения, то не только от отношений. Ну, я не нуждаюсь в этой гипотезе, поэтому я предполагаю, что все-таки только что вспоминали девочку-обезьяну, которую, так сказать, тоже в процессе отношений пытались каким-то образом очеловечить. Не получилось. Ну, карма-то социума, она просто явно, очевидна. Ладно, что там карма, так сказать, личности отдельно, я понимаю, но тут просто... Любая родовая ветка – это и есть карма. В чем ты говоришь? Это интегральная причинность. О чем мы говорим? Ну, наверное, разные. Я бы хотел просто добавить, что как раз по поводу целой направления есть английской философии языка. Критика как раз, когда и Витгенштейн, и прочие аналитические философы, они, пафос свой как раз был, это борьба с околдованием, что язык, он, собственно, плодит тоже и какие-то заблуждения, метафизические заблуждения и так далее. И поэтому вот это то, что говорит Свиф, Свиф, сюжет, он транслирован и вот в английской особенно философии, которая процветала между войнами и после войны, там, Айр, Райл. Просто я просто обращаю внимание, что этот сюжет время от времени всегда возникает в философии науки и вообще в философии. Это, так сказать, вот критика языкового, критика злоупотребления, языковых злоупотреблений. Со времен софистов, наверное, тогда. Да, со времен софистов, да. Ну, это вот сюжет такой, да, значит, интересно посмотреть, почему и как, в каком контексте он возникает. Здесь контекстуальность очень важна. Кто с кем разговаривает, кто с кем, значит, ведет диалог. И критика – это ведь тоже диалог. Вот я поэтому тут панкоммуникативист просто по одной простой причине, что идеологист. Мне кажется, что еще не лишнее вспомнить о том, что, значит, как ситуации поддержания диалога. То есть вот такой коммуникативной практики. И в данном случае, значит, тут хотел бы напомнить о тезисе Фиарабенда «Все годится». Вот такой спекулятивный прагматизм, он предполагает как раз использование всех средств, особенно когда мы находимся в кризисной ситуации и непонимании, то все средства, значит, в данном случае, которые были так или иначе в культуре аккумулированы и прочее, особенно в наше время, необходимо, так сказать, использовать, проверять, ошибаться, находить свои ошибки. Здесь очень важный момент – это вот как раз иллюминация ошибок. Иллюминация ошибок, критика языковых практик, ну и всякого вот всего такого прочего. То есть, мне кажется, вот тут звучало как раз вот этот сюжет по поводу того, что, да, язык коммуникации может нас завести, значит, в какие-то тупики, но вопрос здесь в том, чтобы все это каким-то образом осознавалось. Это вот мой любимый сюжет, «Эверность» – осознавалось, и, значит, ну, в общем-то, как бы, так сказать, зоны, критические зоны, куда можно ходить, куда нельзя ходить, они каждый раз, значит, в каждом разговоре каким-то образом прочерчиваются. Но, повторяю, здесь для меня контекстуальность крайне важна еще и в этом. Я вот еще тут размышляю о том, о чем Олег Данских говорил, по поводу того, что язык – это какая-то самостоятельная такая система. Вот. И с Суреном, мы тоже говорили, с Золяным Суреном, вот об этом я тоже веду какие-то разговоры. Сурен пытался, использовать подход лумановский для лингвистики. Вот. При этом он говорит, что луман как раз смотрит на язык как не на самостоятельную систему, а как на структурное сопряжение между социальными системами и психическими системами, как на некоторую такую промежуточную инстанцию. Вот. Но я думаю, что вот лингвисты как раз с этим не соглашаются, потому что для них это как бы хлеб насущный. Они, как может быть, язык не самостоятельным, если вот они ими занимаются. Но я так думаю, что можно смотреть на язык как на самостоятельную тоже систему, но при этом как-то я, когда я пытаюсь так смотреть на язык, то я в нем нахожу еще какие-то схемы, которые я нахожу в обществе, в социальной системе и которые я нахожу в мышлении, в психическом, в сознании, в психической системе. И такую же схему я могу найти в языке. Ну и в этом смысле язык тоже оказывается на одном уровне вот с этими системами. Вот. Ну и для меня здесь еще какой-то разговор про реальность возникает. Что реально? Что есть на самом деле? Да, вот на самом деле вот есть я. есть вот другие люди, которых я вижу сейчас на экране своего компьютера. Вот. А вот когда я говорю есть семинар, вот что такое семинар, да, вот как бы совокупность того, что я сейчас вижу на экране, нет. Кроме этого есть еще один целый ряд людей, которые здесь появляются, сегодня почему-то не смогли появиться. То есть социальная система нереальна получается. Ну и в этом же смысле тогда нереальный язык, потому что ну это что-то, что ко мне прикладывается, как к некоторой реальности. Как бы базовой реальностью получается становится такая психическая реальность. Ну и здесь уже идет всякая такая философия, которая туда уходит, наверное, в солипсизм какой-то. вот как-то так. Ну, для меня проблема, да, вот проблема вот некоторой такой самостоятельности языка, как система. Это интересно. как вот человек, как личность реальна, а если ситуация депривации, личность распадается мгновенно, как тогда вот язык нереален, личность реальна. Человек, он не может существовать, у нее коммуникацию получает, это же известное, значит, это все просто твое, твое, твое. смотрит в стену просто. Это не каждый человек. Получается, он наоборот получает еще какое-то просветление при этом и развивается. Это попробуй посиди. Я о том и говорю, да, про депривацию. Тоже никакой нет там. я хочу сказать, что время наше истекает. Нам надо было уже полдесят минут назад остановиться и перейти к некому завершению. Предлагаю как-то уже в эту сторону. Если у кого есть что сказать в рамках дискуссии, то давайте скажем и перейдем к завершению. к отдельным опять снова высказываниям. Да, Юр, тебя не слышно, потому что у тебя выключили микрофон. Я говорил, я сказал, повторяю, семинары Семен Родной тоже, написал тоже. Могу только добавить по поводу отношений и процессов, потому что просто, допустим, на примере истории развития IT, так сказать, архитектуры, структуры, так сказать. Вот я когда начинал программировать, в центре был, так сказать, подход реляционный базы данных, и вокруг нее все строится. Вот я в 90-х годах работаю, 40, вам-то работают, что-то делал. Вот в центре информация базов данных, и мы что-то спрашиваем, она нам отвечает. А сейчас картинка поменяла, в центре процесс, который, так сказать, есть какой-то сервис, куда запрос, он отвечает, этот сервис, эти сервисы связаны между собой, они постоянно коммуницируют, вот событийный интерфейс между ними, через систему очередей, так сказать, и то, что как бы IT, она проходит в своем развитии, вот эту, так сказать, ту мысль, которую там греки проходили, так сказать, и вот за ним повторяли, сейчас это просто на наших глазах, с иномерными шагами, так сказать, мы идем. Ну, это по поводу процессов, отношений, потому что, я понимаю, это реляционная система, в которой, очень долго сижу, хорошо ее знаю, так сказать, как-то все устроено, как это проектируется, но она сильная вещь, конечно, но смысл-то не в ней, это все. Ну, все. Да, ну, то есть, мы переходим тогда уже к просто впечатлениям от сегодняшней встречи, да, и, да, 8 часов стараемся завершить. Тогда коротко впечатления и до следующего раза. Давайте я скажу. Спасибо всем за мнение и разговор. У меня абсолютно неравновесное состояние, да, которое меня раздражает, потому что, в общем, вот эти, ну, необходимо выстроить какие-то категории, да, которые можно уже приложить в реальность. Спасибо. 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 Да, так, Александр. Можно ее скажу? Вы знаете, мне вот семинар напоминает тренировку, такую-то хорошую тренировку в зале. Причем, впечатление, что Леонид проработал тренером некоторое количество лет, потому что классика. Разминка, несколько подходов и заминка. Вот у нас сейчас заминка. Значит, что могу сказать? Семинар действительно дает возможность, во-первых, сформулировать свои собственные позиции. Вот, ну, скажем так, если лично для меня первое время было достаточно сложно сформулировать позицию именно из-за того, что начинаешь бояться, что тебя не поймут, вот, то сейчас это воспринимается нормально абсолютно. Ну, не то, что не поймут, а просто люди находятся на другой позиции, поэтому они скорее не примут эту позицию. Вот, но с другой стороны, ну, в хорошем смысле толерантность, в хорошем смысле позволяет, ну, скажем так, нам находиться в пределах разумной нормальной дискуссии. Что сегодняшняя дискуссия к чему меня подтолкнула? Ну, к тому, что я вспомнил замечательного Евгения Казимировича Вайшвилла и его труд, понятие, которое мне надо будет пролистать, потому что его, так сказать, базовая работа. Во-вторых, я думаю, что надо обратиться к Фреге. Вот, в-третьих, может быть, стоит уточнить вот эти вот, так сказать, свои собственные утверждения относительно того, что мысли все-таки выражают отношения, ну, может быть, доказательную базу несколько усилить. Вот, а так, конечно, мы логично подошли вот к тому мета-семинару, так говорить, которые запланировались сейчас, и в целом, ну, на мой взгляд, дискуссия по субъективной коммуникации не завершилась, она вряд ли когда-нибудь завершится, вот, так что я надеюсь, что у нас будет третья серия. Все, спасибо. Да, серия уже будет четвертая, потому что мы третий раз. Четвертая, первая я пропустил, да, извините. Могу еще высказаться? В принципе, да, очень интересно наблюдать, как вот те мысли, которые сам живешь всю жизнь, оказывается, их живали тысячелетия, как бы, интересно, да, Александр, как бы, говорит это все. Как, ну, как бы, понятно, что специалисты в смежной области и многие вещи новые находишь для себя, потому что у меня, как бы, есть, конечно, тайная цель, с которой я присутствую. Начиналось с того, что понять, что, ну, как бы, у нас был IT, искусственный интеллект, искусственный интеллект, я для себя уже проживал, как бы, мне понятно, с ним все, чем это все закончится, эта история. А так, как-то постепенно все вернулось к моей юности, квантовой физике, как бы, я глубоко убежден, что мы сейчас живем в эпоху, когда много что изменится, то есть, потому что, вот, архитектура живой материи, она намного многообразнее, то есть, она перекроет всю ту математику, которая была. Ну, пока, пока, скажем, на сегодняшнем семинаре я нового ничего особо не слышал, но чего-то отшлифовал, скажем так, для себя. Да, спасибо. Кто продолжит? Ну, я тогда дам свое мнение. Для меня ценность семинара, она в обратной связи, в инсайдах и в мотивации, да, почему, потому что, и здесь действительно, Лень, семинар может сформировать такую уникальную точку, вот, которая и мне, надеюсь, коллегам с этой точки зрения может быть интересна, ну, потому что студент, существо подневольное, он, в общем-то, на мой взгляд, качественную обратную связь дать не может, ему надо пересказать то, что сказал преподаватель и получить за это зачет. Коммуникация в университетах, она, к сожалению, в большей степени сейчас, в большей степени формальная, чем содержательная, и все эти хирши и вот стремление к каким-то результатам, они дают скорее отрицательный эффект, чем положительный, вот, поэтому здесь семинар может быть вот такой, можно его структурировать как обратную связь, как инсайт, то есть из столкновений разных точек зрения, разных понятий, разных представлений, усиливается воображение и вот формируется какая-то идея, ну, и мотивация, что вот хочется жить и творить, вот когда эти инсайты возникают. Сегодня у меня, в общем-то, все нормально и с обратной связью, большое спасибо коллегам, дали мне обратную связь за мой бред, который я надеюсь еще в воскресенье выложить на несчастных художников, вот, потом с точки зрения инсайтов, ну, да, вот интересно вообще говоря, мысль из, ну, делать такие бриколяжи, вот, они, которые были бы интересны и айтишникам, и философам одновременно, вот, хороший бриколяж, это действительно, ну, то есть, такая вот мозаика соединения, условно говоря, там, Юмаэля, там, там, классов и платонизма, да, и вот показать, как абстракция здесь образуется, и как абстрактные понятия здесь, как здесь вот работают там идеи и формы, и как здесь, это вот, на этих бриколяжах можно делать, вот, какие-то интересные, вкусные, мне кажется, тексты, это вот такой мой сегодняшний вот инсайт, ну, и здесь вот рождается мотивация, вот, во-первых, дописать то, что я начал писать, я, кстати, вот эти тексты для художников, я их выложил в Фейсбуке, Вконтакте, там, буду рад за обратную связь, если кто-то их прочитает, вот, вот, ну, и вот побегу дописывать их, доделывать тоже, вот, с этой точки зрения мотивационно меня семинар замотивировал доделать вот эту работу с масками и границами и схемами и вот этой вот провокацией представления схемы как границы, как маски, как вот некоторого контакта внешнего и внутреннего. Спасибо. Спасибо. Ну, я скажу кратко, лишний раз убедился, что проблема интерсубъективной коммуникации и вообще проблема интерсубъективности является для меня, еще раз я это осознал, вот, как раз этой сложностной проблемой. Вот, и она, значит, действительно может решаться каждый раз, значит, в разных контекстах, но вот этот семинар мне показал, что решение каждый раз, по крайней мере сегодня для меня это решение состоялось, для меня интерсубъективная коммуникация между нами состоялась, ну, и, в общем-то, это бесконечный процесс. Вот на этой, на этой многоточии я, значит, я остановлюсь. спасибо. Вот я бы тоже, наверное, хотел сказать, здесь, я бы отнесся к одному моменту, вот с моей точки зрения, вообще, вот, в истории философии есть, по крайней мере, три периода, ну, европейской философии, вот, в индийской, я думаю, там немножко по-другому, вот, когда она, собственно, впадала, ну, то, что можно назвать схоластикой в плохом отношении, когда вот языковые студии превалировали, и, собственно, это становилось понятным только для очень узкого круга, как, например, для тех академиков, которые работали уже приюстиняне, и он их прикрыл, и это, в общем, никто не заметил. Мы сейчас помним, что там в 529 году академия закрылась, но чем они там занимались, мы все равно не помним. Вот, второй момент, это вот, когда была поздняя схоластик, которая вызвала, ну, естественную реакцию вот у мыслящих людей, а третье, это вот с аналитической философией, я думаю, примерно та же ситуация, вот, которая ушла вот обсуждение во многих случаях каких-то реальных проблем, и просто превратилось вот в такое обсуждение языковых вещей, вот, совершенно независимых, ну, понятных только очень узкому сообществу на самом деле. Вот, это один момент. А второй момент, ну, вот я все-таки попросил бы Владислава мне действительно прислать эти ссылки, вот, на статьи, я хотел бы это посмотреть, вот, я этими сюжетами занимался довольно долго в свое время, и общался с людьми, которые биологами, ну, и, собственно, продолжаю, но немножко в другом аспекте. И последнее, по поводу семинара, все-таки два слова я бы сказал, мне интересно, ну, действительно, я в прошлый раз об этом сказал, я считаю, что он позволяет уточнить свое понимание определенной сферы, эта сфера, в общем, является очень важной, потому что такое вот обсуждение, оно дает эту возможность осмыслить то, что ты сам думаешь, и попытаться это выразить в общем более точнее. Так что, спасибо. Спасибо. Так, Ульяна осталась. Я остался. Я в самом начале говорила. Я остался. Ну, что, большое спасибо. Значит, я бы хотел, мне интересно, я думаю, что и всем продолжить все-таки тему про животных, которые вот Олег вопрошает. То есть, я думаю, что это очень интересно, если привести какие-то доказательные тексты, эксперименты. Есть ролики очень интересные в Ютубе с животными, с воронами, с попугаями. Вот. И на этом материале можно, как мне кажется, действительно поближе подойти к пониманию и мышления, понятия, знака. то есть, именно сформулировать, чем же все-таки человек отличается от животного. Это сейчас тема, кстати, довольно актуальна в области искусственного интеллекта, то есть, именно общего искусственного интеллекта, что, на мой взгляд, там основная проблема, что люди, которые занимаются этой темой, очень смутно себе представляют различия между человеком и животным. Чисто количественно. Интеллект есть везде, оно-то чуть побольше, здесь чуть поменьше. Мы сейчас построим маленькую зверюшку, которая будет вот здесь бегать так интеллектуально. Ну, а что там дальше? Ну, так еще подкрутим параметры осетиана, дальше будет уже мыслить и изобретать чего-то. Вот. И эта тема, именно вот границы между биосферой и социосферой, между животным и человеком, между вот той обезьяной, которую воспитывали, а уперлась во что она, эта тема, мне кажется, очень интересная, которую можно было бы отдельно обсудить. Спасибо. Да, спасибо. Да, Александр, ну, а про животных тогда кто мог бы сказать? Вот Олег, Олега попросить, что ли, или кто? Вот эту тему. Ну, Олег как бы против. То есть, я, например, считаю, что животные мыслят, но там нужно очень особенно можно видеть дискуссии или можно видеть двух докладов, которые за и против, скажем, по там. Я мог бы, да, то есть подготовить по мышлению животных. То есть, скажем так, определить, зафиксировать, что такое мышление, то есть, объяснить, как я вижу, что такое мышление и показать, что вот это то, что я понимаю под мышлением, есть у животных. Здесь, конечно, термологическая проблема, сугубо терминологическая проблема. То есть, как ты назовешь, что ты назовешь мышлением, после этого нужно обсуждать, есть ли это у кого-то или нет этого у кого-то. Да, это, ну, хорошо, напиши тогда мне по e-mail название темы, может, там, несколько, каких-то для... Мысли эти животные просто и все. Нет, можно, я все-таки скажу тогда, здесь пошла речь. Я убеден, что это, конечно, не просто терминологическая проблема, она сущностная. Это один момент. Потом, видите, тогда вы все-таки себе противоречите, Александр, вы сказали, что есть биосфера и социосфера, да? И вот все-таки здесь есть эмержентность или ее нет? Или действительно здесь плавная? Я уверен, что здесь есть качественные изменения. Конечно, качественные. Поэтому я про... Пожалуйста, про язык животных, если вы покажете, что у животных... Я про язык ничего не говорил, я говорю про мышление. Довольствием, так сказать, это выслушали. По крайней мере, но... Про язык не говорил. Нет, я понимаю, это как вы можете... Это очень тонкая грань. Мышление, язык, это очень тонкая грань, и поэтому я готов свою позицию объяснить, но я вот четко говорю, что языка у животных нет. Вот я на хабре это я нашел, но это опять-таки популярно, но тем не менее, мыши продемонстрировали способности к делению объектов на категории. Мы снова возвращаемся в наш семинар, а время наше... Крысы, крысы, не мыши. Да, время наше не... Ну вот посмотрите эту ссылку, я правда, еще раз говорю, ничего не проверю. Мыши. Да, и мыши тоже. Я понимаю, составлен в свое время кузнечиково-французский словарь. Есть, я читал статьи про то, что у мух, мухи умеют считать до ста, и так далее. Ну, в общем, вот так все вот. Так что в этом смысле это ведь довольно много. таких вещей. Ага, тараканы слышат ногами. Известная история. Кузнечики тоже, как мы знаем. есть очень интересные исследования Роберта Сопольски. Он, по-моему, приматолог. А я предлагаю, Ульяна, вот сейчас не выплескивать все, каждый подготовит к теме свои примеры, свои ссылки. и... Да, ну вот 9 июля у нас свободный день, не знаю, не ориентироваться тогда на то, да, на 9 июля. Поговорим про крыс, мужчины и тараканов. 9 июля не смогу просто, потому что я у меня, я, скорее всего, умерю. Я, наверное, я не знаю, как у меня связь будет, я тоже в отпуске буду. Может быть, после... Матурану мы поменем. Князева сказала, что скажет, и Москалев. Но Матурану это в следующий, в следующий пятницу. Это я еще... В 9 июля просто, там, видите, отпускал уже начинает. Ну да, да. Ну да, непонятно еще, лето, лето сейчас. До свидания всем. Да. До свидания, Юрий. Да. Все, до свидания всем. тоже. Да? Или мы еще не... Это Юрий простой. Оно как бы инициировало. Да. В следующий раз у нас про Матурану мы будем беседовать. Потом, что, напомните, Пштейн нас приглашает на какое-то свое мероприятие. А, завтра у него, да? Да, завтра. А сейчас я посмотрю, как это называется у него. Такая интересная вообще, там, по-английски. «Развязывая гордиев узел». Процесс, реальность и контекст, где он будет выступать, как один из каких-то запланированных выступальщиков. Вот. Ну, а еще я хотел в плане каких-то тем для обсуждения, может быть, еще поставить такую тему, как «Что такое смысл?» пообсуждать. Мне кажется, вот это очень важная тема. И я хотел сказать, тоже откликнуться на сегодняшнюю встречу. здесь где-то присоединиться вот к Владимиру Аршинову о том, что понимание сложностности, коммуникации, как сложностности. Сложностности. Да. Как, да, но при этом сама сложностность, она проистекает из некоторой рекурсии развлечения. и вот мне кажется, что вот это какое-то представление о развлечении, как о некотором рекурсивном, рекурсивной операции, которая превращается в процесс бесконечный, вот это вот какая-то такая базовая, мне кажется, идея, которая вот везде как бы работает. И в коммуникации, создавая социальную реальность, и в мышлении, создавая, собственно, сознание, и в языке, создавая язык, то есть вот в любой куда ни возьми, вот есть некто, можно там найти такую базовую какую-то конструкцию. Но для меня вот некоторое такое вот какое-то понимание, которое я вот здесь как-то пытаюсь формулировать. Да, все, на этом заканчиваем. Ну, надеюсь, увидимся в следующий раз. счастливо. До свидания всем. Всего хорошего. Пока-пока. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok